Вечером 3 августа в войске части армян, находящиеся на азербайджанских территориях в Карабахе, охватило волнение, переходящее в панику. Командование подало тревогу дежурным срочникам, чтобы они быстро собрались, так как их досрочно демобилизуют. Ночью автобусы подъехали к войскам частям, чтобы как можно скорее незаметно переправить войска в Армению. После полуночи одновременно из Карабаха выехало более десятки автобусов. Дорогой в Лачин превратилась в трудную и жестокую дорогу миграции. Об этом пишут армянские СМИ. Из-за панической ситуации командиры не успели сообщать родителям солдат, чтобы они встречали своих сыновей. Журналисты Ереван-ТД связались с родными солдат, чтобы узнать их мнение по этому вопросу. Они подтвердили данную информацию и сказали, что были встревожены тем, что нарушены сроки демобилизации, а их сыновей отправили домой преждевременно и насильно. Напомню, что официальный Баку неоднократно заявлял, что Армения грубо нарушает трехсторонное заявление от 10 ноября, не выводя с территории Азербайджана незаконные вооруженные формирования, более того, направляя в Карабах новые диверсионные группы. Информация о том, что армянские войска покинули Карабах, вызвала тревогу среди жителей деревни Сарабаба, которую армяне переименовали в Ирцахо. По словам сельчан, сегодня кругом уже находятся азербайджанцы. Тот пост принадлежит азербайджанцам. Раньше это была наша территория. Пришли русские миротворцы и вывели нашу армию с той территории. Азербайджанцы говорят нам, что эти горы, реки и долины принадлежат им. Они расположились слева и правой стороны деревни. Наши власти постоянно обманывают нас. Не говорят конкретно, как нам быть дальше. Наши руки связаны. Что мы можем сделать? Власти говорят нам, где азербайджанцы хотят, пусть там и выставляют свои посты. Поэтому азербайджанцы, что хотят, то и делают. На тех высотах уже находятся азербайджанские солдаты. Когда жалуемся русским миротворцам, они нам отвечают, что у них есть приказ не вмешиваться в дела азербайджанцев. Азербайджанцы выставили здесь свои посты. Куда смотришь, всюду уже находятся азербайджанские солдаты. А русские стоят в сторонке и не хотят сделать что-либо, чтобы помешать им. Ситуация тяжелая, не знаем, как быть дальше. С 1 августа азербайджанцы начали вести себя активнее. Все высоты уже заняли азербайджанцы и сидят там. Русские миротворцы говорят, что они не имеют права сказать что-либо азербайджанцам и помешать их действиям. «Там наверху находятся наши пастбища и техника, но там уже находятся азербайджанцы. Уже два дня как не можем пойти туда, чтобы собрать траву и покормить животных». Азербайджан, одержав победу во Второй Карабахской войне, разрешил 30-летний конфликт, восстановил свою территориальную целостность, а также историческую справедливость. Благодаря президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву регион ныне обсуждается не в контексте войны или конфликта, а с точки зрения будущего развития и мира.